Всем привет! В эфире самая молодежная программа «Альма-Матер» и с вами Таня и Илья. Сегодня мы хотим познакомить вас с самыми яркими событиями школьной и студенческой жизни, которые произошли за последние две недели. Ну что, поехали! Таня, а ты знаешь, что с каждым годом в наших вузах все больше учатся студентов из других городов и стран? И живут они, кстати, в основном в общежитиях. Ну я это знаю, поэтому предлагаю вам посмотреть, как живут студенты в новом втором доме. Театр начинается с вешалки, а студенческая жизнь с общежития. Как живут могилевские студенты, узнаем прямо сейчас. Начнем с общежития университета продовольствия. Ну что, пойдем? Внутри обычные коридоры. Обычные студенты на далеко не типичные студенческие комнаты прячутся за дверями. Моя комната – это двушка. Плюс в том, что мы живем там с одной девочкой. Добро пожаловать, это наша комната. Так, у вас тут холодильник? Конечно, зеркало, все, что нужно для леди, для дамы. А вы где готовите? Готовим мы на кухне, кушаем мы вот за столом. Это наша рабочая зона, а это зона отдыха. Можно еще заглянуть в соседнюю комнату не только за конспектами, но и напроситься на чай с конфетами или на макароны с сосисками. Ну а если есть желание готовиться к парам в тишине и покое, то можно отправиться в комнату самоподготовки. Но самый большой плюс жизни общежития – это, конечно же, новое знакомство. Ведь на этаже с девушками живут и парни, а их место встречи никак нельзя отменить. Кухня. А сейчас ты сам готовишь? Ну, обычно, да. Ну а теперь посмотрим, как же живут парни. Здравствуйте. Проходите. Я вам все расскажу, покажу. Это наша трешка. Ну, у нас тут четверо живет. Уютно. И главное – очень чисто. Аккуратно выставленные подушки, выровненные под линейку покрывало. Нигде ничего лишнего. Ну, сами покупали обои, сами туда-сюда, на добровольных основах делали ремонт. Здесь прикольно. Друзья спрашивала, как у них общаги. Ну, у меня еще так презентабельно. Барабадная дробь. Программа «Альма-Матер» раздает подарки. Сфотографируйся на фоне своего учебного заведения, опубликуй фото ВКонтакте или Инстаграм. И не забудь поставить хэштег «Хочу в «Альма-Матер». Во-первых, лучшие публикации получат ценные подарки. А во-вторых, вы увидите свое фото в рубрике «Репост». 6 сентября Белорусский Республиканский Союз Молодежи отметил свое 15-летие. Вузы Могилевской области не остались в стороне от этого маленького, но все же юбилея. Так, студенты факультета иностранных языков МГУ имени Кулешова устроили флешмоб перед главным корпусом вуза. А вот ребята из Университета продовольствия организовали не просто флешмоб, а целую неделю, посвященную Союзу Молодежи. А в Могилевском институте МВД в честь дня рождения БРСМ прошел интеллектуальный турнир «Филин» среди учащихся и сотрудников учебных заведений города Могилева. 15 команд со всего города, фирменный переходящий кубок «Золотой филин», море впечатлений и отличная зарядка для ума. Турнир получился ярким и интересным, а победителями стала сборная команда курсантов Могилевского института МВД. Студенты средних и высших учебных заведений вместе со школьниками Октябрьского района приняли участие в городском квесте. Команды-участницы прошли по маршруту от проспекта Шмидта до улицы Чигиринова. Участники при помощи приложения для Android должны были считывать QR-коды и после получения информации проследить несложные связи между загадкой и местом расположения следующего кода. Победителем стала команда Могилевского профессионального лицея номер 7. Дали бой неграмотности волонтеры в факультете педагогики и психологии детства МГУ имени Кулешова. 8 сентября в Международный день грамотности ребята предложили своим коллегам узнать подробнее об этом празднике, ответить на вопросы, касающиеся лексики и орфографии. За правильный ответ они получали сладкий приз и положительные эмоции. Не только праздники окружают могилевских студентов, но и суровые будни. В социальных сетях все чаще появляются типичные студенческие фото. Первокурсники с зачетками, а старшекурсники спящие за партами. Впереди зачеты, сессии, курсовые. Однако не забывайте, что студенческая жизнь пролетит куда быстрее, чем вам кажется. Поэтому наслаждайтесь моментом. Гулять в такую солнечную погоду – это просто биться. Ты знаешь, когда ты студент, живешь в общежитии, всегда нужно тянуть за временем, чтобы не опоздать. Это как в сказке про Золушку. Знаешь, сказка про Золушку и рядом не стоит с Институтом МВД. Там правила куда строже. Подробности прямо сейчас. Сейчас мы находимся не в простом общежитии, а в казарме Института МВД. И у меня появился новый курсант, экскурсовод Влад. Влад, ты давно живешь в казарме? Два года уже. Ну и как тебе здесь? Ну, мне нравится. Я рад, что я поступил в институт, и для меня все здесь очень хорошо сложилось. Я живу в этой комнате. У нас здесь, получается, 11 кроватей. Вещи у нас – шкаф. Здесь у нас книги, форма. Там на руку фуражки и зимняя форма. А вот в том, что чистота и аккуратность постоянной спутники этой комнаты, сомнений нет. Ведь в Институте МВД за этим строго наблюдают. Стулья должна стоять ровно, кровать сами по себе в ряд ровно. У каждого на тумбочке цветок. В отличие от обычных студентов, курсанты живут по расписанию. Готовятся к парам тоже в отведенной часы и в определенных кабинетах. Во время самоподготовки, все занятия и наша подготовка к занятиям происходят в одном из таких классов. У каждого взвода, у ульцевой. Влад, а чем вы занимаетесь в свободное время? Ну, помимо того, что мы читаем книги, мы еще занимаемся в спортивном зале. Тут все, что нам нужно, все оборудовано. И любой желающий может в свободное время прийти и позаниматься. Здесь у нас наши общительства заканчиваются, здесь уже начинается именно женская. Ну и дальше уже Алина расскажет, что дальше можно сказать. В принципе, девочки проживают в таких же условиях, как и парни. Просто можно сказать, что наши комнаты оформлены более по девичьи. Внешне комнаты парней и девушек и правда ничем не отличаются. Но все-таки то, что здесь живут дамы, ощущается сразу. Фотографии с родными на тумбочках, приятные запахи духов и, конечно же, косметички. А вы все вместе в одно зеркало краситесь? Да. Тяжело? На самом деле. Ну, тяжеловато. Сколько вам времени, кстати, с утра надо собраться? Ну вот у нас от зарядки и до завтрака минут 20-25. Кто первый подошел, тот молодец. Кстати, живут парни в казарме всего два года, а девушке год. Потом у них есть возможность переехать на съемную квартиру или остаться жить в институте. Мы побывали в казарме института МВД и в общежитии университета продовольствия. Чем же удивит БРУ, узнаем прямо сейчас. Общежитие номер 3 Белорусско-Российского университета. Эти 12 этажей практически ничем не отличаются от университета продовольствия. Ну, тут больше возможностей. Пошел в соседнюю комнату, там помогли. Ты кому-нибудь помог. Вот так собраться такое. Ну, развлечений много. Там на третьем этаже теннисный корт. Все туда-сюда. Еще футбол тут собраться можно. У вас здесь в основном мальчики? Нет, и девочки. Поэтому еще общежитие лучше, чем квартира. Кстати, насчет тенниса. У студентов этот вид спорта пользуется большим успехом. Третий общежитие, теннисный корс. Третий курс прививает к первому курсу. Спортивную жизнь. Инженеры хороши во всем. Как оказалось, студенты БРУ хороши и в кулинарии. В основном же парни. Готовят они? Или ты только тут один, хозяин кухни? Ну, много кто готовит. У нас постоянно тут забитые виды. Кулинар с рождения меня учили. Ну, люблю готовить. Ну, блины все. Ты в общежитии готовишь блины? Супы? Блины, супы, салатики делаю. Подведем итог. Если бы нам пришлось создавать идеальное общежитие, то с казармой института МВД мы бы взяли идеальный порядок. С общежитием ГУПа вкусные рецепты для студенческих блюд, а с БРУ спортивный дух и теннисный стол. Что объединяет лебедя, рака и щуку? Это что? Я не знаю. Что связывает лебедя, рака и щуку? Что они? Водное исчезание. Живут на озере. Ну, наверное, хвост. Ну, мы знаем, они все животные. Они тянули там что-то в разные стороны. А что они тянули? Я не помню, что тянули, в итоге не могли сойтись к одному мнению, поэтому все плохо. Басня. Штенажные детские сказки. Да, сказки. Ну, они животные, типа. Что связывает лебедя, рака и щуку? Ну, скорее всего, басня. Лебедя, рака и щука. В воде лебета. То, что они тянули в разные стороны. Что-то, какую-то карету. Лебедь, рака и щука. Так и называется это произведение, а автора не помню. Это басня. Да. Лебеди, рака и щука связывают басню Крылова. Теперь все планеты Солнечной системы можно увидеть прямо под ногами. Уместились они на маленькую по размерам площадку, но такую важную для изучения астрономии. Находится она в 28-й школе в Могилеве. А помогали ее строить выпускники Альмаматор. Теперешние студенты. Чем отличаются звезды от планет, туманности от галактик, а метеорит от метеора? На этот вопрос вам может ответить любой старшеклассник из 28-й школы. И хоть науку о Вселенной начинают изучать в 11-м классе, в этой школе астрономии заинтересовались все подростки. Ведь они, собственно, ручно построили первую в области астрономическую площадку. Нам очень понравилось работать. Много нового узнали в процессе работы об астрономии и как это все делается. Пока мы строили, много нового я узнал, чего я раньше не знал, а астрономию я начинаю изучать только в этом году. Уроки должны быть познавательными и наглядными. Давняя мечта учителя физики и астрономии Валентины Дрогольчук. Педагог стала лауреатом крупного в Беларуси конкурса социальных проектов «Соушел». За полученный грант приобрели стройматериалы, строили объект все вместе – и учителя, и школьники, и бывшие выпускники, а также их родители. С металлоконструкциями безвозмездно помогли предприятия-шефы. Линия истинного горизонта. Вот это линия небесного экватора. На этой небесной сфере указан небесный меридиан. Здесь же можно показать отвесную линию, направление на полярную звездочку. Вон там крючочек стоит, мы будем нить натягивать во время занятий. Ну и определять координаты, потому что каждое деление соответствует 10 градусам. С астрономической площадки хорошо видна южная половина небосвода и просматривается участок неба с полярной звездой. Так что уроки астрономии действительно станут интересными и познавательными. Да и готовиться к олимпиадам по астрономии станет намного проще всем старшеклассникам Могилева. 28-я школа приглашает к себе на занятия все учебные заведения города. Ну и куда без развлечений? Сегодня команда «Альма-Матер» отправилась в боулинг. Ну, по крайней мере, смотреть. Альма-Матер, привет! 6 сентября Белорусскому Республиканскому Союзу Молодежи исполнилось 15 лет. В связи с этим проводится межвузовский турнир «Стеклянный шар». Чего же ждут от этого турнира студенты? Узнаем в сюжете. Прежде чем выступить с инициативой проведения межвузовского турнира, студенты проводили соревнования в своих учебных заведениях. Теперь это турнир городского масштаба, который может стать доброй традицией студентов Могилева. Скажите, чего ожидает ваша команда от сегодняшнего мероприятия? Только победы. Мне кажется, будет очень весело. По победе только победы. Только победы. Вот всегда будет. По какому принципу вы выбрали себе мяч? Потяжелее. Но больше веса. Им легче управлять. Мне цвет очень нравится. А так он вообще легкий. Потому что я же девочка. Легкий, еще в бросаде. Да. Вы думаете, вы будете страйк? Не знаю, но вряд ли. Удачи. Спасибо. Всего в турнире участвовало 8 команд по 4 человека. И каждый вуз старался собрать студентов разных курсов. Среди команд была одна по-настоящему особенная команда настоящих мужчин. Студентов института МВД, для которых слаженная работа и хороший результат – привычное дело. Отбирали по критерию курсов. Первый, второй, третий, четвертый – дабы сплотились все. Стали одной семьей. В нашем деле это, пожалуй, одно из главнейших критериев. Весь коллектив должен быть сплоченным и нести друг за друга ответственность. Конечно, все команды ждали победы, но каждый из участников признается – новое знакомство – приз для всех. И в своем институте сблизиться, и сюда приехать тоже пообщаться с другими институтами, посмотреть, какие там есть ребята, находить новых коллег, новых товарищей, по духу близких людей. Вот это, я считаю, очень важно и нам сейчас необходимо. Команда «Альма-Матер» на следующий турнир по боулингу обещала выставить свою команду. Мы могем, и это вам докажем. А на этом все. Включайте «Беларусь-4 Могилев» «Альма-Матер» каждые две недели. И, конечно, не забывайте заходить в нашу группу ВКонтакте. Скоро увидимся. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!